Силовики не устают удивлять новыми изощрёнными способами привлечения белорусов к ответственности. На этой неделе жительница Могилёва Мария Войнова была оштрафована на 290 рублей за её собственную подпись, которую она оставила в протоколе после профилактической беседы с сотрудниками ГУБОПИК. Автограф женщины состоит из четырёх букв по стечению обстоятельств, складывающихся в аббревиатуру ACAB, внесённую в республиканский список экстремистских материалов. Беседа, в ходе которой силовики разъясняли Марии недопустимость действий, нарушающих общественный порядок, состоялась в марте, а уже через две недели женщину вызвали к участковому, где на неё составили протокол об экстремизме. На заседании, которое состоялось 26 апреля, в суде Октябрьского района сотрудник ГУБОПИК Фурманов пояснил, что с аббревиатурой из четырёх букв в интернете гуляют мемасики. И на этом основании судья Наталья Крашкина вынесла очередной абсурдный приговор. Вероятно, уже скоро паранойя нелегитимной власти по экстремизму дойдёт до того, что по этой статье будут судить за прихлопывание тапками тараканов. Негативной реакции на санкции США против белорусских предприятий не пришлось долго ждать. По информации Рейтер, уже в мае российские нефтяные компании планируют приостановить поставки нефти на новополоцкий нафтан. Крупнейшими поставщиками на это белорусское предприятие были Роснефть и Сургутнефтегаз. Приостановка сотрудничества связана с якобы опасениями попасть по вторичные американские санкции. В случае сокращения производства нефтепродуктов на нафтане увеличится нагрузка на Мозорский НПЗ, которому надо будет обеспечивать топливом внутренний рынок и выполнять контракты на экспорт. Однако работники этого предприятия сообщают о проблемах с привозным сырьём. Оно очень некачественное, в связи с чем нарушается работа электродегидратов, а также портится экология. Кроме того, завод заявил о том, что с мая месяца становится на капитальный ремонт. Важно отметить, что именно Мозорский НПЗ обеспечивает нефть Украину. Та, в свою очередь, уже готова обеспечить вывоз из морских портов до 200 тысяч тонн дизельного топлива в месяц. Некоторые источники сообщают, что таким образом в скором времени у России появится два своих нефтеперерабатывающих завода в Беларуси, а значит и цены на нефть и нефтепродукты будет диктовать Путин. На фоне известия о том, что в этом году значительно выросли темпы вырубки лесов в Беларуси, Лукашенко решил освободить государственные лесхозы от уплаты за вред, причинённые ими окружающей среде. В распоряжении телеграм-канала Матолько оказался указ нелегитимного, благодаря которому все средства, предназначенные на уплату штрафов за их незаконную деятельность, будут направлены на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. Общая сумма возмещения, от которой освободили государственные лесхозы, составила более 4 миллионов долларов. Стоит отметить, что такое решение выглядит поистине абсурдно, примерно как если освободить браконьеров от ответственности в обмен на то, что они вступят в Гринпис. Напомним, что масштабы вырубки лесов резко возросли на фоне повышения цены за куп со 120 евро до 200 при этом. Экспорт леса кругляка за последние три года вырос в 15 раз. Это говорит о том, что в условиях политического и экономического кризиса режим не брезгует никакими способами набить свой карман и зарабатывает даже на уничтожении национального достояния страны. Пока нелегитимный транжирит бюджетные деньги на майбах и резиденции своих красавцев, Всемирная организация здравоохранения совместно с Евросоюзом решили позаботиться о жителях нашей страны. И в рамках благотворительного проекта передали в Беларусь кислородную аппаратуру и тесты для диагностики COVID-19 на общую сумму 850 тысяч евро. Товары переданы в Республиканский центр Организации медицинского реагирования. Всего белорусская сторона получила 5482 кислородные маски, которые предназначены для респираторной поддержки ковидных пациентов. Также в нашу страну поставлены 160 аппаратов высокопоточной назальной оксигенотерапии. Они будут использоваться для тяжелых пациентов с COVID-19, которые нуждаются в неинвазивной респираторной поддержке. Кроме того, районные больницы получат 20 тысяч экспресс-тестов. Безусловно, можно порадоваться тому, что нелегитимная власть эту помощь все-таки приняла, ведь с вакцинами от ЕС ситуация выглядела совсем иначе. После того, как в Евросоюзе заявили о планах поставить страны восточного партнерства около 1 миллиона доз вакцины от коронавируса, Беларусь участвовать в переговорах на данную тему отказалась. Хотя, ничего удивительного, было бы странно сначала на всю страну погибельство обещать о том, какие западные вакцины плохие, а потом внезапно начать вести переговоры с ЕС об их поставках. В то время как мэр Львова Андрей Садовый сумел отстоять свою позицию, что его город не имеет морального права покупать автобусы у диктатора, на другом конце Украины в Николаеве планирует приобрести 40 МАЗов. Об этом стало известно из документа, который попал в распоряжение телеграм-каналов. В нём указано, что МАЗ участвует в тендере на поставку транспорта. При этом руководство убыточного предприятия предлагает поистине фантастические условия – гарантию десятилетнего срока службы кабельной системы автобусов. Стоит отметить, что техническая начинка МАЗов, как правило, не отличается таким долгожительством, и на улицах белорусских городов нередко можно увидеть апокалиптично чадящий рейсовый транспорт. Впрочем, некоторые политики в погоне за экономией забывают не только о безопасности собственных граждан, но и не брезгуют сделками с преступным режимом. На такую авантюру решился и мэр Кишинёва Ион Чибан, когда дал добро на покупку 100 МАЗов для городского автобусного парка. Белорусское предприятие участвовало в тендере и предложило самую выгодную цену среди прочих претендентов. В итоге кубышка диктатора пополнится на 14 миллионов долларов, а взамен молдавский город получит гарантию трёхлетней службы транспорта с обещаниями белорусской стороны за свой счёт чинить все поломки, которые могут произойти в этот период. И это всё на сегодня. У нас на канале появилось интервью моей коллеги Екатерины Пытливой с Вадимом Прокопьевым о том, как Лукашенко и его свита готовили сценарий нашумевшего блокбастера о государственном перевороте. Если кто-то ещё не видел, заходим, смотрим, обещаю, будет весело. Берегите себя и Жыве Беларусь!